Всем привет, привет! Всем отличной пятницы! Прежде чем мы сделаем расклад, напомню, что в разделе «Сообщество» сегодня вышло, либо выйдет, в зависимости от того, когда вы смотрите этот расклад, выйдут два анонса. Не пропустите, потому что всегда вы смотрите последний, но в этот раз вам нужно будет посмотреть и предпоследний, то есть последние два анонса. Один будет говорить о блиц-консультациях предстоящих этих выходных на свободные темы. То есть если кто-то из вас хотел прийти ко мне с каким-то своим вопросом, то есть не те вопросы, которые я обозначиваю обычно на блиц-консультациях, а со своим одним каким-то вопросом. Вот у вас есть желание, да, хочу узнать ответ. Эти блиц-консультации на этих выходных, блиц-консультации будут как раз-таки на свободную тему. Это один анонс. И второй анонс как раз-таки в честь сегодняшнего дня. Я поздравляю всех женщин с праздником 8 марта, хотя в принципе день не создавался для празднования. Там были немножко иные замыслы этого дня, но не суть. Он остался в нашей памяти, в женской памяти, как женский праздник. И мы его так и сохраним. Поэтому хочу поздравить вас с этим весенним праздником, с началом, с рождением. Хочу пожелать вам всем любви, взаимной любви, уважения, наполненности, света, благости. Всего того, что каждому из вас, либо каждый из вас, поскольку женский праздник, да, каждый из вас не хватает. Поэтому второй анонс, он как раз-таки будет касаться сегодняшнего праздника. Я подготовила для вас шаблонный расклад для этого. В анонсе про это написано. И предлагаю вам прийти на платную консультацию и услышать ответы на вопросы данного шаблона. То есть эти вопросы, они связаны непосредственно с нашей женской энергетикой. И расклад, он в принципе диагностический. То есть мне хотелось сделать что-то, какой-нибудь такой расклад, чтобы разобраться немножко в наших с вами женских энергиях. Что это за вопросы, можете посмотреть в анонсе. Вот, буду ждать. Акция эта, ну если так это можно назвать, будет длиться всего лишь один день. Поэтому не пропустите по той цене, которую я обозначила. Но если вдруг вы пропустите, да, и у вас вспомните, как обычно бывает, только воскресенье, когда уже сроки истекут, вы тогда сможете получить этот расклад, но уже по обычной цене консультации, часовой консультации по стоимости 5000 рублей. Вот, но если вы попадете как раз таки в те сроки, которые я обозначила, цена будет намного ниже. Вот, в общем, вся информация в разделе сообщества. Заходите, смотрите, читайте и приходите. Я вас буду ждать. А мы с вами сегодня сделаем расклад, который предложила Ирина Шведова. На следующей неделе тоже я буду делать расклады по темам, которые предложила Ирина, за что я ей благодарна. Вы тоже можете оставлять свои идеи. Если они мне будут созвучны, то я обязательно сделаю. Опять же таки, что значит будет мне созвучно? Во-первых, тема должна быть в рамках моего мировоззрения, потому что если что-то, с чем я буду не согласна, либо это не входит в мои ценности, мне сложно будет сделать такой расклад. Почему? Потому что, во-первых, нет резонанса, а во-вторых, мое нутро, оно будет сопротивляться. И, как следствие, я не смогу быть объективной, чтобы передать как можно менее искаженную информацию. Она и так идет всегда искаженная через призму моего опыта и моего сознания. А тут еще, если это не созвучно мне, то это будет прям очень сильное искажение. И я избегаю этот момент. Это один момент, который я учитываю в принятии ваших тем. И второй момент, это должно быть интересно многим. То есть, если, например, вы пишете, там, я не знаю, как мне определиться, например, с моим там выбором, и ваш выбор, он такой узконаправленный, например, там, я не знаю, переезд. Ну, сколько людей переезжают из моей, так скажем, аудитории? Ну, это будет очень маленький какой-нибудь минимальный процент, и, как правило, люди это не смотрят. Либо запросы, там, касательно финансов. Они прекрасны, они все, деньги всем нужны. Но почему-то именно тематику денег не смотрят. Вот, опять же таки, работа, это тоже очень важный фактор, да, реализации. Многие пишут, хочу реализоваться, например, в своем каком-то бизнесе, да, который хочу создать, и вот, чтобы он приносил мне доход. Вот, что выбрать? Здесь это тоже такая достаточно узконаправленная тема. Почему? Потому что, ну, не все хотят создавать свой бизнес, и еще на нем зарабатывать, да, то есть большинство людей, им комфортнее работать на наемной работе, потому что, ну, не всем собственный бизнес нужен, и не все доросли еще до такой ответственности. То есть это тоже нужно учитывать. Поэтому такие вопросы, ну, то есть когда вы оставляете, я понимаю, что вам это интересно, но и учитывайте, так, я не знаю, интересы и других людей. Почему? Потому что, если это интересно только вам, вот как раз-таки шанс, возможность в пятницу оставить заявку на БЛИЦ-консультацию и прийти со своим вопросом индивидуально ко мне, я вот вам прям под вас его все расскажу и скажу, и это не будет общая какая-то информация, это будет именно информация под вас. Цена, она достаточно такая, лояльная, доступная, да, то есть, ну, нельзя сказать, что ту сумму, которую я обозначиваю за БЛИЦ, что она прям вот такая недоступная. Вот. Другой вопрос, если не приходите, значит, ну, наверное, нет такой актуальности, да, поэтому, опять же-таки, это тоже нужно учитывать с точки зрения того, что, окей, я посмотрю общий расклад, я получу информацию, и все, и пойду дальше работать, но все же это общая информация, а не личная, не индивидуальная, она может вам и не подходить, даже если вы считаете обратное. Вот. В общем, здесь много разных нюансов, которые, вот знаете, иногда мы это осознаем, а иногда не осознаем. Вот. Но в любом случае, любые действия, которые мы совершаем, если мы их совершаем, значит, они для нас актуальны, значит, они для нас ценны и важны. Если мы их не совершаем, значит, по сути, они нам не нужны, да, то есть, либо есть какие-то блоки, страхи, но в любом случае, это один и тот же результат. Нам это не нужно. Поэтому задумайтесь, да, когда вы говорите, вот хотелось бы вот это, а действительно ли это так, да, то есть, может быть, это даже и придуманное, надуманное, то есть, вот, посмотрите с такой точки зрения тоже. Итак, давайте будем смотреть с вами сегодня тишину. Смотреть будем на колоде Артероида и на колоде Соул Картс 2, потому что есть еще и один. Вот. Посмотрим. Не знаю, что из этого выйдет. Итак, думаю, с позициями вы уже определились. Позиция номер один голубенький камешек вот сюда. Ага, так, чтобы виднее было. Так, смотрим единички. О чем говорит ваша тишина? О чем говорит ваша тишина? Давайте я сначала возьму вот эту вот оракульную колоду, да, Инна, и посмотрю на оракульной колоде. О чем говорит ваша тишина? Какая-то такая суета есть, да, но вроде бы и есть тишина, но все равно вот в этой тишине есть какая-то не то чтобы тревожность, а вот есть активность, да, и ее как-то надо угомонить. То есть где-то вот процентов на 75-80 присутствует тишина. Но есть какие-то отвлекающие факторы. Это как раз и показатель того, что вы окончательно как-то не можете расслабиться, не можете перевести фокус внимания глубоко внутрь себя, чтобы услышать эту внутреннюю тишину. Но это нормально, здесь просто нужно расслабиться. Расслабиться. Так, о чем говорит ваша тишина? О чем говорит тишина? Тишина говорит как раз-таки о практике, да, и почему я улыбаюсь, потому что вот прямо перед раскладом я делала упражнение цигун, большое дерево называется, и там как раз-таки вот есть вот эта вот поза, да, когда ты поднимаешь свою энергию, фокус внимания, да, и наполняешься. То есть вот эти потоки восходящие и нисходящие. И здесь как раз-таки речь идет о том, что, во-первых, с одной стороны, здесь нам указывает на то, что вам необходимо быть более центрированной, более сфокусированной сейчас на себе, да, и как можно больше наполняться внутренним светом. То есть не просто этот свет, он должен быть рассеянный внутри вас, а вот именно область чуть выше, нет, чуть ниже, чуть ниже пупка, да, вот примерно на 2-3 сантиметра. Тишина указывает на то, что вам нужно сфокусироваться как раз-таки именно на этой области. И сфокусироваться, это значит, у нас получается вторая чакра. Здесь речь идет о том, что на данном этапе тишина вам говорит о том, что нужно сфокусироваться на моментах удовольствия, на моментах наслаждения, на моменте принятия. На тех моментах своих собственных желаний, что вы хотели бы притянуть в вашу жизнь, то есть здесь нужно обратить внимание на удовольствие, в том числе и на свою сексуальную энергию, да, на привлекательность. То есть здесь вот прям именно такие иньские энергии женские, на это нужно обратить внимание. также здесь есть взаимодействие, да, обратить внимание на ваше взаимодействие с миром, именно вот этот вот баланс того, что вы отдаете и того, что вы принимаете, то, что вы притягиваете. Женственность, мягкость. Возможно, здесь вам не хватает, вот я то, что я сказала, да, в самом начале, что активность какая-то присутствует. Возможно, вам здесь не хватает как раз-таки вот внутреннего состояния спокойствия. Это не про баланс, а вот именно как раз-таки внутреннее состояние спокойствия. Что-то вы здесь не принимаете, что-то вы не можете переварить. Вот как-то здесь у вас идет какое-то внутреннее сопротивление на данном этапе меня прям вот поташнивает то ли есть какое-то вот беспокойство вот это вот суета который я говорила это какая-то тревога какая-то какое-то беспокойство но такое знаете отголоском эхо здесь нету сильной какой-то тревожности но все же что-то такое присутствует что-то вас здесь что-то отвлекает и вот это вот то что отвлекает она как будто бы не дает вам окончательно расслабиться сейчас вот пошло как раз таки расслабление сейчас здесь речь идет о том что да как-то вот вы расслабились есть желание получать удовольствие то есть вот вам сейчас ваш период который вы поживаете он должен быть полностью сфокусирован на удовольствие на наслаждение на каких-то приятных моментах да то есть старайтесь создавать себе это все старайтесь здесь не нужно закрываться от внешнего мира а здесь наоборот нужно сфокусироваться вот именно на энергии наслаждение и эту из в этой энергии как будто бы да и и транслировать вовне то есть при взаимодействии с другими людьми вот именно из этой области излучать свет из области второй чакры да то есть вот как будто бы она должна светиться то есть вы должны взаимодействовать с людьми именно в таком состоянии спокойствия вот и транслировать из второй чакры во внешний мир именно свет это с одной стороны будет как-то знаете здесь вы будете влиять на пространство вокруг вас будет некое такое преображение но через успокоение вы будете влиять достаточно гармонично да на других людей как-то вот убаюкивая их располагая к себе больше идут энергии такие мягкие больше люди будут вам улыбаться откликаться появится какое-то вот желание вашу сторону действовать с благими намерениями да вот как-то вот помочь что-то что-то сделать для вас как-то подарить вам благо то есть принести вам удовольствие вот для этого вам просто нужно быть концентрированной сфокусированной именно на этой области вот здесь вот немножко подопустила но давайте мы посмотрим что такое что картош посыпали что вы тут не принимаете да то есть есть на есть какое-то непринятие и не принимаете потому что не чувствуете безопасность да то есть это вас как-то тревожит здесь что это такое что вас тревожит здесь еще моменты рождения могут быть да как в прямом смысле так и в метафорическом в переносном то есть рождение зарождение чего-то начало то есть некий некая такая знаете площадка для того чтобы вот почва его так сказала чтобы в нее можно было что-то посеять вам не нужно здесь думать какие-то идеи вам просто нужно понять что вот именно в это пространство вот в эту землю и вы можете что-то положить на какие-то зернышки знания не знаю может быть какие-то идеи какие-то мысли и это вот плодотворно повлияет да то есть взрастет здесь примется вот примутся те семена которые вы можете посеять здесь то есть это тоже вам идет подсказка что вы тут что вы тут не принимаете что вы не принимаете какое-то новое начинание да то есть здесь еще может быть такие моменты да вот когда идет расширение сознания но здесь расширение сознания идет не через скорее всего ну да не через ментал как мы привыкли до своей голове через разумность а именно через чувствительность именно через чувствительность именно как-то вот я не знаю через мягкость вам 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 это может быть не совсем комфортно поэтому здесь идет непринятие то есть возможно вы привыкли взаимодействовать с миром как-то по-другому либо через контроль и либо через управление ну то есть через допустим третью чакру да как-то проявление своей власти свои силы да как то вот а здесь наоборот здесь говорится о том что надо по-другому надо мягко надо через как-то вот обволакивающие что ли убаюкивающие это вот те энергии которые есть во второй чакре что еще вот тут не принимаете ну во первых вот действительно здесь нужно пересмотреть да в том числе и ваши желания где ваши а где не ваши что вы хотите вот здесь очень вот у меня прям идет такая реакция на вопрос принятия что-то вы тут не принимаете здесь какая-то жертвенность до проследует прослеживает прослеживается и вы должны понять что вот то что происходит в вашей жизни да в этом есть исключительно ваша ответственность в контексте чего в контексте того что то что вы сейчас сеете да вы это и будете пожинать то есть вот это вот какое-то беспокойство за жертвенность за то что есть какие-то ограничения либо я не получаю что-то либо меня не оценивают правильно как нужно либо идет какой-то вот перекос на перекос то есть вот не знаю не блока что-то здесь есть вот именно на принятие всем проще как-то себя ограничивать чего-то себя лишать вот вам здесь нужно понимать что как раз таки ваши вот эти вот все ощущения ваши мысли и убеждения на этот счет да они и привлекают то что вы здесь создаете то что вы издал вот творите именно из из этой области из второй чакры почему у вас здесь есть эта жертвенность вот вам здесь нужно с этим разобраться то есть здесь необходимо краски поработать со своим бессознательным здесь необходимо как-то знаете посмотреть более масштабно вот эти вот законы которые влияют на вас то есть даже не зная вселенских законов вы можете посмотреть на понаблюдать за собой я бы так сказала да за тем что происходит в вашей жизни вот выявить вот эти причинно-следственные связи то есть что вы делаете да как вы я не знаю как вы себя ощущаете ваши эмоции ваше состояние то как вы говорите это может быть даже на уровне тела да как вы сидите ваши позы насколько это все влияет на насколько это все взаимосвязано с тем что вы получаете взамен здесь также нужно еще пересмотреть вот вот это вот состояние тишины да почему-то здесь очень важно и актуально для вас побыть вот в этой тишине не не думая не рассуждая а просто вот погрузиться да погрузиться вот какой-то вот вакуум что ли погрузиться в какое-то такое внутреннее состояние когда ну очень напоминающие да внутриутробная то есть где есть вот безопасность тишина вот прям не знаю делайте какие-нибудь практики упражнения дыхательные может быть упражнения на то как вы управляете своим внутренним фокусом то есть на что вы его направляете здесь необходим баланс но этот баланс он достигается тогда когда вы погружаетесь в эту тишину вот умолчание возможно здесь вам говорится о том что нужно побольше молчать возможно убрать вот эту вот спешку для того чтобы расслабиться то есть вот здесь получается то что вы хотите а вы хотите как-то выйти на другой уровень да вы это сможете получить только тогда когда вы доверитесь доверитесь тем процессом которые происходят внутри вас а чтобы их узнать и понять вам нужно внутрь себя погрузиться и вот в этом состоянии каком-то знаете успокоение и доверия процессу этот поток он сам вас выведет туда куда вы хотите только вы как будто бы идете к достижению желаемого через внешний мир а вам говорят то что вы хотите вы это сможете получить через то что если вы будете погружаться внутрь себя не вовне а внутрь и вот в этот ваша внутренняя структура ваше внутреннее состояние оно будет влиять на на внешнее то есть вам не нужно влиять на внешний мир вам нужно влиять на ваше внутреннее состояние погружаться больше как можно больше в наслаждение вдовольствие но я не вижу чтобы это наслаждение и удовольствие было как-то физическое это скорее всего как-то внутреннее ваше внутреннее состояние чистое какое-то вот такое знаете не знаю непорочное если еще что то что вам хочет сказать тишина я сказала наслаждение удовольствия праздник да то есть это состояние праздника но она такое фоновое но должно быть как-то знаете как человек может выразить радость не открывая свой рот и не улыбаясь вот попробуйте выразить радость глазами но для этого чтобы не говорить чтобы как-то руками не махать не прыгать не улыбаться вы должны этой радостью наполнится и через глаза ее излучить вот но прежде всего должны наполниться этой радостью внутри себя здесь вот про это говорится да причем в четверке жезлов здесь тоже как некие такие врата да два жезла с одной стороны и два жезла с другой стороны очень напоминают контуры колонда с одной стороны и с другой стороны вы проходите только ну немножко иначе вот этот переход вам нужно сделать через праздник через удовольствие но это должно быть сбалансировано потому что любое движение да оно будет вызывать противовес вот эти вот силы выравнивающие они будут вызывать у вас противоположный эффект поэтому нужно быть сбалансированным вот здесь нужно работать я не знаю с как с внутренними состояниями а если со внешними то это больше про удовольствие наслаждение приятные какие-то моменты да ну вот как мы говорим например близость да только вот близость от от наслаждения совместного наслаждения например тишины да когда вы вместе с кем-то слышите эту тишину когда вы находитесь рядом без каких-либо телесных касаний физических касаний да но при этом вы получаете удовольствие от того что вы находитесь рядом в присутствии кого-то либо в присутствии чего-то либо где-нибудь на природе то есть вот здесь тишина она с одной стороны показывает что вам нужно исцелить если здесь нужно вторую чакру а с другой стороны она сразу и показывает каким образом это можно исцелить и показывает то что когда вы приходите к нужному состоянию к вот пиковому состоянию вот этого удовольствия которым здесь идет речь по верховной жрицы это автоматом этот поток он выведет вас на другой уровень то куда вы не можете пойти потому что вы идете через внешний мир а вам нужно идти через внутренний мир через внутреннее состояние так это была первая позиция переходим ко второй позиции посмотрим двоечки что вам говорит ваша тишина о чем говорит ваша тишина ваша тишина говорит о состоянии благодарности да то есть если по первой позиции действительно прям вот баланс то у вас какое-то такое знаете состояние благодарности благодарности и принятие то есть вот вам здесь нужно что-то принять что вам нужно принять давайте здесь посмотрим здесь сейчас секунду здесь вот этого тока на наблюдающие за вами как-то вот здесь как будто бы нужно стремиться вверх вверх то есть если первой позиции мы вниз наоборот следа ко второй чакры то здесь как будто бы ваш взор он должен быть обращен наверх куда смотрим туда и идем куда внимание тем вы и наполняетесь вот здесь вам нужно посмотреть либо ваша тишина говорит о том что кто-то из вас как раз таки делает разные упражнения благодарности обращаясь свой взор наверх а для кого-то здесь наоборот рекомендация посмотри наверх посмотри наверх там есть да вот там твое какое-то высвобождение но это не в прямом смысле того что знаете какая-то физическая смерть и вот там на небесах где-то твое спасение нет это в прямом смысле да то есть смотри на небо смотри больше на него может быть там будут какие-то подсказки может какая-то информация также здесь тишина говорит о том что не хватает свободы какой-то внутренней свободы легкости не хватает опять же так если мы говорим про легкости обратите внимание на свое питание может быть здесь нужно что-то изменить что-то изменить есть какие-то оковы которые ограничивают вас на данном этапе что вас здесь держит что вас здесь держит ну вот видите десятка жезлов краски показала то что какие-то обязательства есть какие-то трудности возможно очень много желаний которые не можете реализовать и да для кого-то здесь может быть молитва до контексте просьбы какой-то до просьбы и наполнить энергиями да то есть не просьбу решить что-то а вот именно просьба дай сил просьба дай энергии дай каких-то знаков вот что-то такое вы очень много думаете как что-то здесь решить для себя то что я сказала есть какая-то стабильность есть какая-то здесь энергия земли идет и она как будто бы не знаю вы прикованы вы привязаны к чему-то да как будто бы у вас есть какие-то путы на ногах который не дает вам возможности взлететь вот набраться прям вот этих вот этой силы вот этой энергии которая вам необходимо здесь здесь действительно как-то не хватает энергии вот прям очень не хватает энергии здесь говорится о том что смотри смотри наверх не знаю почему смотри наверх белый цвет до белый цвет смотри наверх не совсем понимаю чем здесь говорят темирка пендакли вы очень много времени ждете его очень долго чего-то ждете здесь говорится о том что ну вот это это надо изменить на вот эти вот ваши какие-то ожидания либо то что вы делаете вот какие-то ваши действия они не не результативны здесь их нужно менять что здесь необходимо изменить здесь присутствует какая-то иллюзорность как-то вот вы вот при всей вашей привязанности к земле да как будто вот вот с одной стороны вас много земли вас много вот это вот стабильности вы стали тяжелыми а с другой стороны вы все равно как-то не знаю какая-то вот незрелость присутствует вот это вот иллюзорность вы как-то витаете в облаках но не в позитивной точке зрения знаете используя воображение для достижения чего-то для материализации да там я не знаю помечтать просто пофантазировать а здесь какая-то какая-то незрелость присутствует да то есть вы как-то не не знаю может быть доверчивость вот уж какая-то наивность присутствует ну вот в некоторой степени незрелость глупость до в контексте глупости здесь надо как-то вот то что вы хотите то что вы желаете надо пересмотреть вы как-то не так смотрите на свое желание что не так здесь я не могу понять что не так вопрос что не так сейчас секунду тоже мне здесь что-то показывает я не могу понять и как-то это связано как-то с каким-то выбором да что-то что-то вы не то выбираете не так выбираете вот как будто бы нереалистично то что вы желаете здесь желание и энергия и силы они вам как будто бы даются либо могли бы даться вам если бы вы как-то не знаю более конкретно что ли чтобы ваши мысли формы они были именно очень четкими до чтобы было понятно во что наполнять вашу энергию то есть здесь не совсем понятно что вы хотите может быть это как-то расплывчато понимаете как будто бы не хватает какой-то конкретики тут да здесь не хватает фокуса здесь вот выбор он как раз ки на этой указывает то есть определиться определиться что вы хотите не в контексте выбрать там одного из двух или там один из семи а вот то что вы хотите нужно больше конкретики нужно более сфокусированной энергии то есть вот что я выбираю вот в своем со желание как я его хочу вам важно его увидеть конкретно вот прям со всех сторон в деталях не для того чтобы она вот именно в деталях реализовалась а для того чтобы вы вот как-то собрали свою энергию и направили на то чтобы эта энергия чтобы вот это вот ваше желание реализовалась то есть чем четче вы его в своем воображении видите тем более она реалистично становится а у вас получается так например что ну условно говоря хочу денег что за деньги какие деньги в какой валюте для чего они вы нужно вам нужны что вы на них обнять понимаете то есть не совсем понятно и здесь вопрос не в том что допустим не там надо 1000 долларов нет а здесь должно быть допустим не нужны 1000 долларов для чего что что вы с этими деньгами будете делать то есть если вы хотите там отдать долг на что-то потратить вот вы должны увидеть вот этот конечный результат что у меня есть деньги в своем воображении да я иду к этому человеку я даю там если допустим там ипотека либо еще что-то да вот я захожу в банк я нахожу там человека договариваюсь увидите этот процесс как вы отдаете деньги как вам дают какие-то документы вы их подписываете друг другу руки пожимаете как символ того что договоренность есть что вы получаете то что вы хотите то есть вот вот как то так более конкретно потому что у вас как будто есть здесь желание и вы за него даже и благодарите потому что что то есть ну то есть что то вы получаете но для того чтобы вам дали силы в эту энергию которую вы хотите на реализацию того что вы здесь желаете ваше желание оно должно быть как то вот более объемным что ли более более конкретным а получается так что вы как будто просите силой на то чтобы я не знаю наполнить какой-то туман и вот вашей голове туман и вы как будто бы вот его наполняете но это это в никуда до либо там я не знаю дай мне энергию на воздух но она это рассеянно как-то это как некая такая лужа либо клякса которая расплылась а вам эту кляксу нужно как будто бы собрать на для того чтобы быть более конкретный быть более сосредоточенный целенаправленный вот прям четко чтобы а вы это не видите потому что вы не совсем понимаете ценность того что вы хотите действительно ли он вам нужно или нет не краски то что я по моему сказала либо в первой позиции либо в начале расклада не помню уже но мне кажется эту информацию уже говорила о чем еще здесь говорит ваша тишина здесь идет какой-то такой знаете процесс замирания а как-то вот вдохнули и задержали воздух здесь момент когда принципе пока ничего не не двигается как потому что вот вы как-то находитесь в хаосе вселенском каком-то таком где вот как как черной материи да как не знаю как черные дыра то что в кавычках ничто должно породить но вот это вот рождение она еще не не конкретное оно еще не понятно и поэтому вам здесь тишина говорит о том что помоги сама себе через то что конкретизируй что ты хочешь но конкретика она не должна быть формально и как обычно учит в целеполагание надо вот это вот прописать не здесь конкретика должна быть через понимание себя через понимание того что а действительно вы это хотите или нет для чего она вам нужно ваше это или нет если какой-то отклик на то что вы хотите наполняет ли вас это то есть здесь опять-таки работа внутренние да но потому что вы здесь просите какие-то подсказки да вы хотите что-то понять но вы то что вы ищете опять вы ищете вовне а вам нужно прислушаться к себе да то есть вам не нужно погружаться здесь себя как первой позиции вам нужно просто словить какую-то тишину в своей голове до молчания и услышать потому что то что вы просите она идет как будто бы каким-то шепотком а пока ваша голова она говорилка очень много говорит вы этот шепот не слышите поэтому вам нужно прислушаться прислушаться и тогда вы поймете вот то что вы хотите вам это надо или нет надо себя послушать вот прям в прямом смысле послушать сеть и послушать и такое ощущение что вот что-то потом изменится с вашим желанием не уверена что вы откажетесь от него и не уверена что вы согласитесь составить так как есть а как будто бы что-то прояснится и вы поймете что нужно по-другому вот здесь нужно как-то по-другому что-то сделать вот как как по-другому вам это внутри придет в виде какого-то какого-то инсайта какого-то понимания то есть вам не скажут словесно что и как нужно делать к вам придет вот как ясно знание вы поймете что вам нужно сделать и это вот какая-то маленькая деталь она как будто вот вас развернет чуть в другом направлении ну то есть ориентир на ваше желание но вот как-то вот немножко развернет вот прям совсем на несколько градусов левия западнее левия не знаю как-то вот развернет вас немножко вот такая была вторая позиция так и мы с вами перейдем под позиция номер три зелененький камешек тройки смотрим вас что хочет сказать ваша тишина о чем говорит ваша тишина прислушайся здесь вам нужно послышать послушать кого-то кто-то вам тут что-то шепчет кто-то что-то нашептывает здесь как будто бы говорится о том что нужно отключить как-то логику и послушать что-то прислушаться к чему-то как вот я не знаю какой-то совет может быть это совета какого-то человека может быть надо что-то послушать какую-то информацию может быть какой-то ролик но вот как будто бы вам его присылали что ли вам вам эту информацию уже давали но как-то либо не прислушались либо здесь не идет либо это какой-то вот ваш внутренний я не знаю голос совести что ли то есть вот какая-то послушать что-то вам здесь нужно послушать в прямом и в переносном смысле также здесь необходимо кому-то довериться знаете как вот положиться на кого-то как-то вот еще о как будто вот переждать что-то нужно да то есть вот пока вы как-то отдыхаете либо пока вы находитесь в каком-то молчании здесь какой-то союзник помощник вот он вам она помогает точно я же говорил что тройки практики то есть если вы здесь вот именно что-то делаете там не знаю вас есть союзники тотемы вот они как будто бы вам что-то здесь подсказывают говорят что-то сделать и вам надо к этому прислушаться и здесь такой момент пока пока вы находитесь вот в каком-то бездействие вот эти вот союзники тотемы и так далее то есть силы какие-то да они что-то вам не знаю что-то будут делать для вас либо за вас либо для вас здесь говорится как будто вот-вот посиди да вот посиди пока а мы вот что-то подготовим мы что-то сделаем и вот здесь как будто вы про это говорится то есть ну прислушайся доверься и вы здесь как-то доверяетесь причем если это касается как от человека да то здесь вот прям вот полное какое-то доверие вот вы как-то растворяетесь в этом человеке здесь если это касается вот прям совсем маленьких детей да то здесь вот прям как подсказка больше проводите время с ними да вот именно каких-то телесные какие-то телесные касания прикосновения такое чувство что вот прям хочется обменять да в обнять помолчать и вот просто обнять и наслаждаться здесь вот вопрос наслаждения тоже должен быть но наслаждение не сказать-то не физическое а именно ну то есть не физическое не то что что-то поели либо там сходили на массаж либо еще что-то нет а здесь наслаждение это вот какая-то какое-то такое внутреннее состояние именно расслабленности именно безопасности вот доверие вот такое наслаждение здесь вот вам прям вот этих энергий не хватает подпитаться этими энергиями секунду здесь также есть какая-то вот забота может знаете еще забота тех вот я не знаю как вот потосторонне да как умершие может быть здесь вот прям вот как-то за о вас заботятся как защита еще тоже есть такая то есть вас как будто бы защищают ну это может быть и какие-то дальние родственники не знаю почему но вот здесь вот как-то люди какие-то либо человек который ушел уже за грань здесь если кто-то принимает решение да здесь идет подсказка о том что нужно принимать как-то вот интуитивное решение да то есть отключите логику и вот вопрос доверия да вот здесь вот он для вас будет очень сложно почему потому что вот довериться не не рациональному для вас это будет сложно но здесь вот как будто бы надо принять какое-то решение и иррациональное довериться интуиции это будет прям вот очень сложно но здесь вот вам прямо про это говорят примите вот в этот раз примите решение на основе интуиции все-таки есть какие-то защитники духе что ли силы какие-то так ладно давайте посмотрим на таро что что вам здесь говорит ваша тишина в принципе я сказала вот вопрос детей да то что я говорила забота о чем говорит тишина здесь как это надо действительно обратить внимание на детей если они у вас есть да какая-то вот забота другой стороны как-то исцелить прошлое опять же таки это достаточно абстрактно я сейчас говорю я это понимаю но здесь как будто надо направлять свет вот свою как-то энергию вот в сторону прошлого что ли то есть оно должно исцелиться вашей вашей энергии я не могу здесь конкретно описать но здесь такое чувство что не просто здесь понимаете не просто в прошлое которого уже не до направлять энергию и тем самым сливать нет а здесь должно быть какое-то целенаправленное упражнение когда вот вы как-то представляете себе прошлое виде какой-то конкретной формы и вы туда в эту форму наливаете белый свет и вот наполнившись как-то это прошлое вот это вот форма этот объем вашим светом она как будто бы исцелиться и вы сможете его отпустить вот опять же таки это я говорю не в буквальном смысле а метафорически да то есть вы должны это понимать не нужно делать это как практику то что я сказала то есть вот как-то надо прошлое это исцелить что еще говорит ваша тишина надо здесь дать шанс на что вот на завершение я говорю что то должно здесь завершиться что должно завершиться видите опять тушь идет да и вот она энергия наполнения надо вот как-то ваше прошлое наполнить любовью поэтому я и сказала светом то есть вот как-то любовью принять что ли но опять же таки принять это когда вот что-то мы получаем к себе притягиваем а здесь вот такое ощущение что вы дал а должны отдать отдать какой-то вот я не знаю может быть долг прошлое вот как-то отдать и и на этом будет поставлена точка то есть вот как-то меня просто идет здесь такой образ знаете некого такого голодного зверя который нужно подпитать и он уйдет как завершение почему-то какой-то долг вот что-то вы тут не отдали и это держит вас понимаете вот надо отдать не знаю может быть дать память дать памяти какой-то может быть здесь я говорила про умерших может быть нужно просто помянуть кого-то да то есть тоже формат прошлого до наполнить энергией вспомнить хорошим словом что ли прошлое это тоже энергия словесная туда направлено то есть надо какую-то любовь надо какие-то эмоции вот в это прошлое отдать чтобы оно завершилось да вот только тогда вы сможете пойти вот в новое то есть вот прошлое вот это оно должно остаться а что конкретно вот что конкретно в этом прошлом это может быть какие-то конфликты могут быть какие-то ссоры и размолвки недопонимания там не знаю может быть даже опять-таки а если это ссоры по здесь не простить надо а здесь поблагодарить надо то есть здесь именно любовью прощение это это не то а вот именно благодарность надо наполнить светом если это какая-то 40 конфликт либо это какая-то цель которая была не была достигнута какое-то желание либо какое-то я не знаю может быть сообщение было не очень приятная новость какая-то была не очень приятная и она как как-то вас держит во что вас держит здесь конкретно эмоции понимаете вот может быть что-то не до прожили вот я говорю какие-то состояния не до прожили может быть кому-то какие-то эмоции не додали и вы это понимаете у вас есть потребность это отдать потому что здесь вот мне идет какой-то долг опять-таки не в контексте финансов а вот то знаете что-то какое-то слово дали как-то вот пообещали что-то не выполнили может быть пообещали кому-то позаботиться о чем-то то есть это может быть элементарная забота там я не знаю присмотри за моими животными присмотри за моим огородом за моими цветами а вы это не выполнили ну не знаю в силу каких-то своих там ситуаций и вот этот долг он как будто бы висит его нужно завершить его нужно закрыть здесь вам также надо прислушиваться прислушаться какой-то дороге то есть для того чтобы вот пойти в новое опять же таки да здесь карты просто уже повторяются надо оставить прошлое позади здесь вот про это говорится поэтому и поблагодарить это прошлое если есть какие-то люди здесь поблагодарить этого человека неважно что у вас было хорошее плохо и там предал обманул это неважно просто поблагодарить вот не знаю можно даже не было не благодарить за что-то конкретное а просто отдать вот эту вот благодарность просто сказать благодарю то есть слова без за что-то либо там еще что-то каких-то слов но это важно прочувствовать это это не слова должны быть это состояние должны быть поэтому я и сказала что вам нужно наполнить вот эту вот форму прошлого своей какой-то любовью и благодарностью иначе у вас не откроется дороги а если вы поблагодарите да здесь вот как-то именно через тишину через какой-то контакт нужно потому что именно вот этот вот контакт он поможет вам то есть вам нужно как-то будет выбрать выбрать себя потом ну то есть отдав долг завершив вы потом сможете выбрать не знаю как то выбрать себя выбрать свою целостность здесь как это что-то мне такое косно языча просто мне здесь что-то такое конкретное показывает я не совсем могу вам это передать здесь как будто бы вот я не знаю может быть кто-то утратил в какой-то ситуации не знаю конфликтные может быть это было расставание может быть что-то такое болезненное было и вот в этой ситуации был была оставлена частичка вашей души то есть здесь суть в этом поблагодарив вот то что там было и неприятное это неприятное если бы это было приятно я бы сказала что такое неприятное вот нужно отдать да вот как-то обменять что ли не знаю свою благодарность свою любовь на ту частичку души которые вам должны вернуть поэтому у вас есть вот это вот ощущение долга то есть пока вы не поблагодарите пока вы не направите туда свет вы себя не сможете собрать у нас все время будет такое ощущение что вам чего-то не хватает вот какой-то вашей частички души то есть вы сможете ее вернуть через действительно какой-то вот возврат души части души через благодарность той ситуации которая у вас была и так вы сможете забрать себя обратно то есть вы должны это выбрать это должен быть осознанный выбор да видите и после этого вы превращаетесь в императрицу у вас как-то и дороги откроются может быть здесь знаете хорошо было бы сходить если вы найдете хорошего практика да и посмотреть что-то я хотела сказать и мысль упустила что-то здесь нужно посмотреть все практика касательно у вас как будто потом знаете вот как-то дороги открываются благость не то что вам кто-то перекрыл эти дороги да то есть здесь нету таких моментов я не смотрю вот эти вот все магические вещи на втором мне кажется но это не совсем реально по-другому посмотреть вот но в любом случае здесь вот как будто бы открываются у вас дороги к благости это знаете как очень похожая энергия такая когда вот вы с кем-то поссоритесь наговорите много друг другу гадости вроде бы они правильные да правда вот но опять-таки субъективная правда но это то что вот копилось внутри вас и после конфликта идет некая такая разрядка и вы не разговариваете а хочется и потом допустим ну человек делает первый шаг либо вы делаете первый шаг не столь важно и проясняете ситуацию почему вы сказали это что кто что что понял вот и идет примирение да и вот это вот состояние примирения что все хорошо и вот на душе так хорошо вот это вот и есть вот это вот императрица то есть вот после того как вы вот сделаете вот это да то есть отдадите то что вы должны отдать через благодарность через любовь через не знаю признание здесь какие-то эмоции надо дать какие-то состояния а вы вот у вас потом на душе хорошо становится вы как-то вот успокоились вот то что я говорю возврат души и потом со спокойной душой сможете двигаться дальше и поэтому вот здесь вот вопрос союзников да то что я говорю там тотема союзников если мы говорим о практиках они как будто бы и говорят к тому что надо прислушаться вот к тому что я сейчас говорю и пока вы будете вот какой такой пассивный стоять состояние они они что-то вот допустим как-то вот вам подготовит либо помогут вам в этом процессе либо как-то вот я не знаю прояснят то есть вот здесь какая-то помощь идет от сил может быть в этом и заключается да в той информации которую я передаю ну что-то тут такое здесь более конкретно я сказать не могу потому что оно все же общий расклад но я думаю вы понимаете о чем здесь идет речь если понимаете напишите мне тоже будет интересно о чем здесь идет речь вот такой прям расклад последний прям вот позиция такая женская женская да мне очень понравилось благодарю вас за внимание пожелаю всем приятных весенних теплых добрых выходных побольше побольше бывайте со своими близкими любимыми говорите им все что чувствуете нету таких моментов когда само собой разумеющиеся ничего не постоянно и ничего не само собой разумеющиеся то есть все нужно говорить все нужно я не знаю как то вот прояснять это сближает людей какая-то такая энергия вот именно близости теплоты не знаю сегодня может быть день такой вот прям очень много женских каких-то таких энергий и приходите буду ждать вас на близ консультации свободные вопросы если что-то допустим вас здесь непонятно в третьей позиции но поскольку я уже третью смотрю можете прийти со своим вопросом на близ консультацию и приходите на диагностику на женскую на диагностику женской энергии которые вот тоже буду в рамках восьмого марта проводить такую акцию на такой расклад да приходите посмотрим разберем что как вот прощаюсь с вами всего самого наилучшего всем пока пока пока